Девушки отдыхают В народном мнении сегодня Дневной разворот с сегодняшней темой Которая у нас будет на два ближайших часа Я уже анонсировал Отлично, спасибо большое Владимиру Говорить будем сегодня про Александра Соколова Нового исполняющего обязанности Губернатора, главы Кировской области Напомню там небольшую предысторию Фактически 10 числа В выходной день стало известно о том Что действующий губернатор Игорь Васильев Подал прошение Об отставке В связи с приближением Срока окончания его губернаторских полномочий И фактически сразу же В Кировскую область был назначен Временно исполняющий обязанности главы региона Не только в Кировскую область Еще 4 региона Это Томская область, Саратовская Республика Мариэл И Рязань Совершенно верно Нас конечно Кировская область интересует В первую очередь И хотим мы сегодня попробовать От наших экспертов От наших спикеров Получить такой, я не знаю, срез что ли Мнение о том, чего можно ждать от Александра Соколова И на какие проблемы ему в первую очередь Предстоит обратить внимание Основываясь на том, с чем он работал Как он работал В каких непосредственно сферах деятельности был занят Ну судя по биографии Разносторонний опыт Разносторонний опыт, да И депутат Госдумы от Кировской области Похвалила Александра Валентиновича За превосходное Мария Бутина За превосходное базовое образование И так далее В общем, хорошее образование А он историк, между прочим Мы коллеги с ним по диплом Да, да, да Мы сейчас говорили с Михаилом Курашиным В рамках особого мнения Два историка говорили про эти Да, сошлись в том, что хороший карьерный рост Для учителей истории, да Для первого базового образования Андрей Юсенко с нами на связи Президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Леонидович, здравствуйте Алло Здравствуйте, коллеги Добрый день, Андрей Леонидович Мы здесь Андрей Леонидович Вчера и позавчера В экспертных каких-то комментариях Говорилось о том, что перед новыми Временно исполняющими обязанностями В разных регионах Будет стоять одна из главных задач Это, ну, удержание, что ли, экономики Или развитие экономики В таких непростых достаточно условиях Понятно, что выборы будут в сентябре К осени ряд экспертов прогнозирует Некоторые ухудшения, там, уровня жизни И настроения общественных Чего угодно Так ли это? На какой вопрос отвечать? Нет, на какой вопрос отвечать Нет смысла Действительно Давайте про экономические Действительно Нужно будет прикладывать Много усилий к тому, чтобы Экономика наша Выдержала Ну, коллеги Я недавно пытался вспомнить Когда мы могли сказать, что мы живем Спокойные, благоприятные С экономической точки зрения времена И, честно говоря, мне не удалось У нас еще время какие-то Катаклизмы Связанные Да, связанные со сложностями экономики Поэтому Нулевые неплохо жили Люди думают Ну, вот С трудом уже вспоминается Владимир, на самом деле С трудом Я думаю, что мы просто, знаете Это свойство памяти Несколько идеализировать Дальнее прошлое Когда мы были в ложе, да Все Да Поэтому, конечно Мы действительно прогнозируем И торгово-промышленная палата В своих оценках Говорит о том, что Все последствия Той экономической По сути Там войны Которая там сейчас ведется Да Там на Геополитических фронтах Мы еще их не осознаем И не получили Потому что Последствия санкций Которые введены В отношении Которые в отношении Нашей страны Они будут Ощущаться Чуть позднее Когда начнутся проблемы С комплектующими С Вот частями С сырьем То еще То-то Где еще существуют Так скажем Определенные запасы Угу И Очень многое будет зависеть От того Насколько Быстро Мы сможем Либо переориентироваться По внешним поставкам Либо все-таки Там что-то Освоить У себя Но Это будет непросто И В этом смысле С точки зрения Производства Будут Действительно Непростые времена Во второй половине года Угу Но с другой стороны Надо не забывать Что Вместе с этим Мы имеем ситуацию Когда У нас Ну По сути дела Благодаря Множеству Принятых решений Деньги остаются В стране У нас продолжается Приток денег Извне За счет Высоких Цен Сырьевых Но Практически Нет их оттока И поэтому То чего Давно в стране Не хватало Денежной массы Она остается Другой вопрос Что конечно С точки зрения Доступности Кредитных ресурсов Они остаются Все еще Достаточно Высокими Ставки Но при этом Спрос потребительский Имеет место Быть И вот это На мой взгляд Ключевая история Которую От которой Государство Должно Работать На уровне Региона Что значит Вообще Вот этот факт Смены Руководителя Региона В таких Непростых Условиях Именно для Экономики Кировской Области Как вообще Предпринимательское Сообщество Какие настроения Оно сейчас Испытывает Как смотрит В будущее Что происходит Предпринимательское Сообщество Вообще Как бы Предприниматель По фактуре Своей Человек Который Все воспринимает Надеждой Вы знаете Мы все такие Даже не предприниматели Очень хочется Как-то надеяться На лучшее Ну У предпринимателей По-другому Не получается Они все С надеждой Должны воспринимать Поэтому У них Иначе Не получится Предпринимать Что называется Здесь Ожидания Собственно говоря Достаточно Неизменные Я не думаю Что они носят Там какой-то Ну прям Гипертрофированный Характер Очень хотелось Бы чтобы Были Ну Реализованы Те вещи Которые Необходимы Для развития Предпринимательства И Например В первую очередь Ну В первую очередь Это стабильность В условиях Ведения Бизнеса Помните Еще на прошлом Мэйфе Там Достаточно Громко Было сказано Про основные Потребности Бизнеса Это стабильность И безопасность Ну вот Основной запрос У бизнеса Для того чтобы Вести свою деятельность Это стабильность И Это стабильность Налоговых Условий Стабильность Там Каких-то Какой-то Политики В сфере Предпринимательства Там Его поддержки Или позиции По отношению К нему Отсутствие Изменения Правил игры Там Каждые Полгода Или квартал Вот Главное Чего ждет Предпринимательство От власти Пусть нам скажут Что Мы Работаем По таким-то Правилам Там Ближайшие Три года А если Что-то И меняется То это Изменится Через год Вот вам Время На то Чтобы Адаптироваться Слушайте Но если Мы говорим Про стабильность То тогда Логичнее Было бы Оставить Игоря Владимировича На своем Посту Потому что Все Я говорю Стабильность Правил Игры Вот Поэтому Вот это Основной Запрос Я не думаю Что есть Какие-то Сверхъестественные Запросы На развитие Мы понимаем Что Скорее всего Здесь будет Определенный Ресурс Придан Новому Исполняющему Обязанности Губернатора Для Достижения Электоральных Целей Понятно И дай бог Это пойдет На пользу Региону Сверхъестественным Ничего Не Вы встречались Уже С Александром Как собираетесь Доносить Свою позицию Чаяния Мысли Предпринимательского Сообщества Сигналы Может будете Какие-то Подавать Мол Давайте Поскорее Встретимся Наметим План действий Каких-то Ну Мы выйдем С предложениями И уже Собственно Готовим Направляем Дело в том Что у нас Хороший Есть Хороший Повод Да У нас 26 мая День Российского Предпринимателя И Мы С центром Мой бизнес С правительством Области Проводим Целую Неделю Предпринимательства И целый Цикл Мероприятий Поэтому Александру Альтиновичу Будет Хорошая Возможность В рамках Дня Предпринимателя Общероссийского Праздника С бизнеса Общим Встретиться Поэтому Это Предложение Мы направим С точки зрения Встречи Пока Определенности Нет Уверен Что она Состоится Потому что Мы знаем Что он Курировал Блок Внутренней Политики И Собственно говоря Понимание В Костромской В Костромской Власти Ну и в Костромской И ВВП Мы понимаем Что Понимание Необходимости Контакта С сообществами Теми или иными У него Там Есть И по моей По моей Информации Оно действительно Есть Поэтому Думаю Что Встреча Состоится Мы Донесем Наше Предложение Приглашение Ожидание Ну а дальше Будем смотреть На реализацию Важно будет Да Важно будет Посмотреть На мой взгляд Еще и на Кадровую политику Это будут Ключевые решения В отношении Того Кто будет отвечать За экономику Региона Андрей Ленин А я правильно понимаю Что пока Кадровые решения Какие-то Ну преждевременно Вообще наверное Принимать Ведь это Происходит Уже в тот момент Когда Я думаю Что да Происходит Погружение Обстановку Погружения В ситуацию И изучение Этой ситуации Я думаю Что здесь Совершенно Логично И разумно То что Пока никаких Скорополитных Решений Не состоялось Ну вчера Кстати было да Заявлено Что резких Кадровых изменений В правительстве Не будет Не будет Будут изучать Смотреть Как все работает Как в муниципалитетах Все устроено Как областное правительство Справляется со своими Обязанностями Да Вот Изучить этот вопрос Александр Сахаров Ну а дальше Дальше я думаю Будут делать выводы По мере погружения Если все таки Попытаться еще Конкретикой наполнить Чтобы понять Действительно градус И о чем сейчас Предпринимательское Сообщество Размышляет И о чем мечтает Возможно Как говорят Кризис Время возможностей Кроме того На мой взгляд Смена руководителя В регионе Тоже время Каких-то больших Возможностей Может быть Что-то конкретное Сейчас на новый Уровень вывести Прекрасные шансы Появляются Может быть Те же Отношения С областным Правительством На какой-то Новый уровень Вывести Владимир Вы знаете Что были Были горячие Достаточно Там Темы Была тема Строительного комплекса Который Не находил Взаимопонимания И для них Конечно Там Для целой отрасли С большим Мультипликатором Это Ну Как бы Так скажем Это Точка В которой Точно Большие ожидания По перезапуску Этого диалога Да Мы знаем Что В целом Ряде отраслей Были Достаточно Сложные Взаимоплошения И Если опять же Говорить об ожиданиях То это наверное Ожидания Связаны с тем Что Новый руководитель Постарается Разобраться В фактуре Этих ситуаций Сформулировать Собственную позицию Донести До бизнеса И придерживаться Поэтому С точки зрения Ну Каких-то Прорывных Историй Я думаю Что у всех Есть Опять же Ожидание Более активного Участия Региона В федеральных Программах Мы видим На примере Соседей Что В общем Ну Наверное Потенциал В этом смысле У нас Не полностью Использован Да И Привлечение Федеральных Светов В федеральных Проектах С учетом Бэкграунда Александра Валентиновича Это хороший Резерв Начиная С 650-летия Города Которая Через два года И Под которые Можно Действительно Полноценно Отработать Федеральным Центром А есть еще Шансы Вы так С надеждой Говорите об этом Я что-то Так Уже Разочаровалась Мне кажется Не дадут денег Регионам Теперь Всякие В шарики Фонарики Что называется А нам Я думаю Нам на шарики Фонарики Не надо Нам бы Настоять Серьезное Что осталось Бы в регионе Не прилетело И улетело Шансы Есть еще Получить Я думаю Шансы Есть Вопрос В нашем Отношении Если мы Хотим Просто 12 Июня 2024 Года Что-то Попраздновать Может быть И не успеем А если Мы Например Будем Говорить О том Что В 2024 Году Состоится Решение О строительстве Нового Микрорайона В городе Или нового Третьего моста Через Вятку Мост Пришел Пусть Пусть Его не Появится В 2024 В 2024 Состоится Решение Закладка Первого Карта Потом Когда Мост Появится Будет Без разницы В 2024 Или В 2025 Но он Появится И как Повод Собственно говоря Юбилей Города Использовать Можно И нужно Для этого Ну кстати Мы общаемся С некоторыми людьми Экспертами Уже успели Многих Насторожил Тот факт Что в ходе беседы Соколова С Путиным Когда он говорил Что он уже знает О Кировской области Он в первую очередь Упомянул Лесную отрасль И вот люди Сразу сказали О нет Александр Валентинович Не надо Не ходите в лес Не наступайте Вы пожалуйста На те же грабли Не надо На первое место Лес ставить В Кировской области Согласны Согласны Тот что называется Кто что услышал Понятно Что Кировская область Лесными Лесной темой Известна по всей стране Я например Услышал В его разговоре С Владимиром Владимировичем Тезис о том Что посоветуемся С предпринимателями И главами муниципалитетов И Насколько я слышал Это был единственный Из Вновь назначенных В РИО Который Сказал О разговоре С предпринимателями Вообще Произносил Это слово Я вот этот сигнал Вас это обнадежило Да И очень позитивно Его оцениваю Потому что В условиях Буквально Нескольких Фраз С президентом Отдать Важное Этой теме Это показательно Собственно говоря С опорой На эту фразу Мы Надеемся Выстраивать Взаимодействие Еще хотел Спросить По поводу Информационной Открытости Я не знаю Может быть я ошибаюсь У меня все-таки Было ощущение Что Время Пока губернатором Здесь был Игорь Васильев В сравнении Там с временем Когда губернатором Был Никита Белых Были сложности С этим С выстраиванием Каких-то мостов Коммуникации Быстрым Достаточно Реагированием На какие-то запросы Может быть я ошибаюсь От нового От нового В Рио Ждут вообще В том числе Бизнес И общественное Объединение Какой-то большей Открытости Ну вы знаете Анна Я скажу Наверное Тут больше Своё личное Мнение Потому что Ну такое Коллегиальное Надо будет Формулировать Сообщаем И мы надеемся Что на общих встречах Это произойдет Вот Моё личное мнение Ждать надо Результатов Понимаете Там Открытость Диалог Дискуссия Там Это всё хорошо Но если это Не приводит К результатам То собственно говоря Там Всё превращается В процесс И мы с вами Прекрасно знаем Каким образом Можно Там Кучей Совещаний Собственно говоря Там Замотать темы Убить любую тему Да Поэтому Конечно Важность Ну Важна Важна даже Не столько Мне кажется Открытость Важна Наличие И качество Диалога Да Чтобы это Был действительно Двухсторонний Отмен Мнения Дискуссия Принятие Там Решений На основе Там Мнений Обеих Там Или многих Сторон И самое главное Это дальнейшая Реализация Потому Потому что В режиме Открытости Объяснять Почему Не получилось То или Иное Ну Как бы Можно Только 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 Зачем Только Что это Изменило Да Ну и наверное Последний вопрос Давайте В Рио Александру Соколову Поможем Больше узнать Кировскую область В своем первом сообщении В телеграм-канале Он обратился К своим подписчикам Написав Расскажите пожалуйста В комментариях Из какого города Или района И что для вас Значит Кировская область Ну там уже Куча комментариев Люди жалуются На дороги Естественно На тротуары В общем Все как обычно Картина Та же самая Что для вас Кировская область И на что Обратить внимание В первую очередь Андрей Леонидович Кировская область Для меня Регион В котором Я провел Практически Часть своей Сознательной Взрослой жизни И на самом деле Я считаю Что в первую очередь Надо обратить внимание На то Чтобы люди Поверили Что здесь Можно Что-то изменить И чего-то добиться Вот нам Нужно Чтобы у нас Появилась В это вера Мы на многое Способны Но когда мы Не верим Сами в себя Очень сложно Что-то сделать Если Александр Валентинович Получится Заранить в нас Зерна Вот этой веры В то что у нас Все получится Что у нас У всех вместе Мы все вместе Многого добьемся И я думаю Что это основное Чего мы На самом деле Мы от него ждем Вдохновить На подвиги Да? Ну Дать поверить Дать поверить В себя Спасибо большое Андрей Юсенко С нами на связи Был президент Вятской торгово-промышленной Палаты Едем дальше Следующего нашего Эксперта будем Сейчас набирать Постепенно Всех Мы предупредим Что мы сегодня Постарались Собрать Пул экспертов Которые постарают Разные сферы Деятельности В частности Наш коллега Николай Голиков Должен выйти С нами на связь С большим Опытом Работе В сфере Массовых Коммуникаций Медиа Всевозможных И анализа И анализа Всевозможного Ну что После разговора С Андреем Леонидовичем Появилась у тебя Вера в то Что Ну хотя бы не все Но многое будет хорошо Не знаю Надо посмотреть Я пока Честно говоря Я думаю Что Пребываю в некотором Состоянии пессимизма Почему Не по поводу назначения Не по поводу назначения Нет А вообще в целом Вот Если что-то начнет Меняться к лучшему Наверное Мое настроение Тоже будет меняться Николай Голиков С нами на связи Николай Приветствуем вас Приветствую Володя Произошедшее 10 мая Кроме вашего дня рождения Николай Кстати да Еще раз С днем рождения Как собственно Вы все это Переживали Первые секунды Во-первых Я оцениваю это Как прекрасный подарок Администрации президента К моему днем рождения Вы сюрпризы любите Да как же тут сюрпризы По большому счету Нет Это не сюрприз Это не сюрприз Это не сюрприз Это было Сюрприз только в дате Да Сюрприз только в дате Вот А так я оцениваю Очень нормально Мне кажется Что это назрело Смена власти у нас Назрела И она произошла Вот все что пока Можно сказать А почему назрело Николай Устал Игорь Владимирович Мы с вами В том числе в эфирах Много раз говорили О том что Да Игорь Владимирович Управление областью Утратил Утратил Передал в другие руки И все пошло Немного не так Как должно было идти Да и область По большому счету Стала от такой Пустоты во власти Да То есть губернатор Практически был Такой самоустраненный У нас Вот Мы об этом Много раз говорили Я думаю Что это не один я Не только вы Там это очень многие Видели и осознавали Ну ладно Произошло и произошло Какие надежды Мы возлагаем сейчас На нового Глава региона Да Ну подожди Подожди Исполняющие обязанности Исполняющие обязанности Да Пока из заявленного Сказанного им Ясно что Человек настроен Вроде да Как работает На благо всех И вся Но вот мы сейчас Собираемся Представить Череду Пул Советов На что обратить внимание В первую очередь Или на что обратит Внимание в первую очередь В том числе Вопросы Информационной открытости А то есть мы как бы Для Врион наказы Собираем Да Ну я думаю Что я не буду Оригинален Потому что как бы Самые такие Ну Сильные пробелы Которые накопились У нас Это безусловно Отрась строительная Которая рухнула За последние два года Это ситуация В лесной отрасли Которая не нормализовалась К сожалению За все пять лет Хотя вроде как С этого Игорь Владимирович Начинал Это ситуация Информационная Потому что Это мне близко Потому что На данный момент Информационная система У нас устроена Крайне Нехорошо Скажем так Вот работа власти Она скорее Ну вот та система Которая создана У нас В виде единого Большого холдинга Который сейчас делится Не четыре маленьких Но неважных Судчем Но как Это вот Информационная работа Идет у госаппарата Она идет Очень неграмотно И ничего Кроме раздражения К сожалению У людей Не вызывает Про освещение деятельности Правительства Вы про это говорите Да Да Я имею ввиду Именно информационную деятельность Правительства А так как Александру Валентиновичу Предстоит в этом году Пройти через процедуру выборов То это очень важная составляющая То есть Это Первая очередная его задача Это стать Избранным губернатором Так ведь Да Вероятно Вряд ли Вряд ли И администрация Президента Она тоже надеется На то же самое Да И безграмотно Организованной Информационной работы Конечно Это ему не потянуть То есть Ему нужен хороший процент Уверенный процент При подведении итогов Не просто какая-то Условная победа Поэтому как бы Тут вот это Очень важный момент Вот я назвал Три вещи Куда ему надо посмотреть В первую очередь А вы думаете За три месяца Реально перестроить Информационную работу Вот так вот Чтобы На самом деле Ее можно перестроить Очень быстро Это Вещи Вещи Это такие Аль Понимаешь Кировская область Она не единственная В России Да А у него большой Хороший опыт работы В той же Костромской области Где он как раз Ведал кстати Внутренней политикой И как бы Показательный Все равно касался Информационной работы Без Костром Внутренняя политика Невозможна Вот Поэтому если посмотреть На то Как это организовано В соседних областях Где-то работы А где нет То все можно сделать Очень довольно быстро И просто Николай Я хотела вас спросить Вот вам как кажется Все-таки Информационная работа Будет выстроена По принципу Там Большей открытости Чем было Вот сейчас Например Да Потому что У меня Последнее время Было и последние годы Ощущение Что в некотором смысле Работа власти Стала более зарегламентированной Я не знаю Там Как вы оцениваете Деятельность Никиты Белых Да Но при нем По крайней мере Вот я точно помню Что мы звонили Напрямую На мобильные телефоны Министрам Замминистра Без всяких там Прислушек Всего остального Сейчас это возможно Будет или нет То есть При Игоре Владимировича Такого не было При Игоре Владимировича Этого не было Очень Пропали такие Традиционные вещи Как встречи С представителями Исполнительной власти Прямые встречи В формате Пресс-конференции Или чего-либо еще Вот Все было очень Зарегламентированно Игорь Владимирович Отвечал в прямом эфире На заранее подготовленные вопросы И давал коронние Подготовленные ответы Да То есть Это вот как раз то Что людей отталкивает Потому что фальш прет Это не обманешь человека Я надеюсь Что при Александре Валентиновичу Ситуация безусловно Станет более открытая И вот судя по его Первому шагу Телеграм-канал С открытыми комментариями Зарегистрировался Телеграм-канал И сказал Ребята Пишите все Что вы считаете нужным Да Ну там люди пишут Да действительно Некоторые Не стесняются Да Некоторые пишут И это все Не блокируется Не вычеркивается Не исчезает То есть Хоть не получить картину Это очень хорошая вещь Мне кажется Это вот такой Первый шаг к тому Что мы должны понять Он будет более открыт Я вот вчера хотела Продолжайте Ань Просто смотри Вот Ну когда мы В середине апреля Узнали о том Что был назначен К нам Соколов Да условно говоря Мы же наводили Определенные справки Вот по Костановской губернии У коллег спрашивали Нашли там Каких-то ребят Которые с ним учились Они просто там Рассказывали про него Да То есть Человек этот Он очень категорически Отличается От Игоря Владимировича Васильева И по происхождению По образованию По характеру По всему То есть От человека Первых Он не из силовых структур В органах госбезопасности В органах госбезопасности Вроде не служил Да Не служил Да То есть У него карьера нормальная Вот человека Который там Проявил себя как учитель Там преподаватель Пошел там Международником Кимон Админициативную какую-то работу Да Но это уже позже Это уже позже Вот То есть Это человек Да Во-вторых Как бы Этот человек Не Не имеет Такой Скажем так Вот По отзывам Его знакомых Там Или там Кто с ним работал Не имеет Такой Как бы Корыстной направленности Он служивый человек Человек Который служит Не ради того Чтобы своровать Там 10 лимонов лишних Да А человек Которому Да Ему безусловно Нужны определенные средства Чтобы жить достойно Но не более того И в этом плане Он довольно сильно На мой взгляд Отличается От наших предыдущих Губернаторов Как минимум Двух последних То есть И вот это очень И он Действительно Человек Договороспособный То есть Человек Не боящийся разговора Дискуссии То есть Он будет спокойно Совершенно говорить С людьми И выслушивать То что ему говорят Это не значит Что он будет Тут же немедленно делать То что ему говорят Как раз наоборот Но выслушивать людей Аргументировать Свою позицию Он будет Это очень важная Мне кажется Черта Которую нам Про него рассказали Слушайте А будет лично Или будет через помощников Вчера вот как раз В телеграм-канале Там буквально Одни из первых Был комментариев Расскажите пожалуйста Кто ведет Ваш телеграм-канал Сами ли вы отвечаете На комментарии Сами ли их читаете Он собирает информацию В этом формате Он собирает информацию Да То есть Здесь нет необходимости Отвечать на то Что ему написали Он просто пока Эту информацию Успитывает Безусловно Человек Губернатор Сам лично Вести телеграм-канал Вот в полном объеме Да И плюс какие-то Еще там Социальные сети И что за нереально То есть Ему тогда надо Просто как Ну как в свое время Никита Юрьевич Увел сам Твиттер свой То есть Съем на свещениях И нажимал пальчиком На свой гаджет Ну твиттер Это не совсем Так что я думаю Безусловно Будут работать помощники Но я думаю Что помощники Будут людьми доверенными Понимающими Что ответить и как Я опять же надеюсь Что на язык отписок Он не перейдет Понятно Я еще хотела спросить А я тоже хотел спросить Ну хорошо Давай По очереди Николай Еще вот С этой стороны зайдем Каких ошибок Каких упущений Которые допустил Игорь Васильев Вам не хотелось Чтобы Или Никита Юрьевич Да Чтоб на эти же Те же самые грабли Встал и Новый Врион Вот прям такие Откровенные Явные какие-то моменты Откровенные Явные Самые упущения Большое Которое было У Игоря Владимировича Васильева Это его кадровая работа Кадровая Это его кадровая работа То есть Такое максимальное Число упущений было А все основное Было уже следствием Того что У него было как Вот как я понимаю Игорь Владимирович Просто Ну Расскавил людей Для того чтобы Они все делали А он так иногда Приезжал и контролировал Ну и соответственно Люди это поняли правильно И делали Очень многое В своих интересах А не в интересах Области Игоря Владимирович Вот такого провала Допускать нельзя Во-вторых Конечно Надо ориентироваться На молодые кадры На молодые кадры Лучше всего на местные Ага С перспективой Чтобы эти люди Вот сейчас Не вместе начали А так как Сейчас Сами понимаете Сроки у губернаторов Стали бесконечными То есть Не исключено Что Александр Валентинович Уже Надолго К нам приехал Значит И Соответственно Кадры ему надо Уже брать Своих Прицелом На местных Учителей Истории Ориентироваться Ну В том числе Кстати Да Потому что Желательно Чтобы Это не Владимир Это не так Исмешно На самом деле Надо ориентироваться Именно на них Потому что Люди должны Понимать Чем они руководят Понятно И понимать связь Быть командирами Начальниками цехов Слушайте Николай Хотел у вас спросить Вот почему-то Каждый новый Приезжающий В Кировскую область Исполняющий Обязанности А потом и губернатор Любит говорить Такую фразу Главное богатство Кировской области Это люди Вот А если он скажет Что не богатство Это люди Это разве будет хорошо Но он же прав Абсолютно Ну подожди Конечно Эта фраза Эта фраза Стала уже дежурной Но дело в том Что скажем Когда приехал Никита И сказал Что главное богатство Это люди Да Это звучало гордо А сейчас иногда Возникает такое ощущение Что у нас собственно Больше и нет ничего Вот 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 Ну я думаю Что это просто Довольно-таки Дежурная фраза Ну она правильная Потому что Ну да Он будет работать с людьми И губернатор Это человек Ну политический руководитель Он должен работать с людьми Вот Ну думаю Что он Очень быстро сообразит Что у нас Кроме людей Достаточно много ресурсов Которые надо просто Грамотно использовать Понятно Да и очень надеемся Что не прозвучит Вот Александр Валентинович Фраза Сейчас будем наводить Элементарный порядок Элементарный порядок Вот не надо Ну я думаю Слава богу Наверное уже нет Хотя Ну подождем Мы пока что можем Мы можем только предполагать Предполагать и ждать Спасибо большое Николай Голиков Журналист Наш коллега С нами был на связи Мы убегаем на рекламу Вернемся после И продолжим Продолжаем Да Продолжаем Мне сейчас В прерыве Я как-то задумался Мне бы сейчас Очень хотелось Узнать О первых впечатлениях От Кировской области От Кирова От встречи с теми Кто работает и живет У самого Да Александра Валентиновича Действительно Я насколько понимаю Мы работаем Мы работаем Но не так быстро Я имею ввиду Что мы и наши коллеги Будут Безусловно Выходить на Помощников В Рио И пытаться договориться О том Чтобы пообщаться По-хорошему О его планах О его замыслах В Кировской области Очень бы хотелось Узнать о первых впечатлениях Взгляд со стороны Он всегда очень важен И не помешает Наверное Никому Лучше понять Действительно Что происходит Пока о первых впечатлениях Спрашиваем тех Кто только-только Познакомился С Александром Соколовым Или кто его Знал И раньше Был знаком с ним Я насколько понимаю Михаил Курашин Который был у тебя В особом мнении Да Мы говорили Мы говорили С Михаилом Вячеславовичем Да Они работали 15 лет назад Над созданием Своего рода Новой Концепции Молодежной политики Вообще По всей стране А вот этим Кстати Хорошо Говорит Результативно Тогда поработали Такой Интенсив Интенсив Был устроен Такой Очень Хороший Но Михаил Курашин Выразил Сожаление О том Что в итоге Их наработки Их разработки Они не пошли В дело По большому счету В долгие очки Все это было отправлено Но это не от них Зависело Такая вообще Политическая Ситуация была В конце В конце Нулевых Подробности Слушатели наши Могут На сайте Потом услышите Я программу выложу После эфиров Нам говорят У нас по плану Сейчас была Мария Бутина Была по плану Мы хотели ее подключить Вот Но поскольку Поскольку не успеваем Она сейчас Просто в приемной Я так понимаю Что там прием Прием граждан Да У нее как у депутата Государственной Может быть Тогда наш звукорежиссер Нам попробует Дмитрия Русских набрать А может быть А может быть Слушателей мы можем Попросить Слушателей попросить То есть ваше видение Ожидание Да Ваше видение Ваше ожидание Чем должен заниматься Новый руководитель региона Просто я бы сейчас С удовольствием Почитал телеграм-канал А Вот там вот вопросы Да Александр Соловьева Вопросы Я впервые Соколова Соколова Да Я впервые в телеграм-канал Новоиспеченного Главы региона Заглянул вчера Где-то в 2-3 часа дня И там было Ну давайте телеграм-канал Почитаем Да 200 подписчиков А сейчас подписчиков Более 5 тысяч Более 6 тысяч А уже более 6 Чего себе скорость 6 с половиной тысяч То есть мы сегодня Пошутили в особом мнении Если хочешь раскрутить Быстро телеграм-канал Стань главой региона К тебе начнут подписываться Очень много пожеланий Хороших Добро пожаловать Успехов вам Очень ждем Позитивные сдвиги У нас в области Желаем вам удачи Желаем успехов И так далее Ну и Уже 250 комментариев Почти тут Проблемы Озвучиваются людьми Те же самые Которые мы слышим Каждый день Всегда Это дороги Это медицина Это медицина Есть медицина Это Ну тут прям Сколько ни старается Дмитрий Александрович Курдюмов А медицина все есть Бесконечная какая-то Просто Проблемная сфера Тут прям Да Люди Некоторые Крик души что ли Да Прям вот эмоциональный Такой выплеск Пишут что в некоторых Районах Кировской области И жизни то по сути Уже нет И ничего нету И город Киров Он деревня Нет газа Труба рядом проходит Возлагаем на вас Большие надежды На то что все будет хорошо Это из Малмышского района Пишут В общем очень много Много всего И прям есть Небольшие сообщения Где четко ясно Заявлено Проблеме Да А есть и целые Ну вот Люди пишут о том Что определенную часть тела Напоминает ситуация В нашем регионе Ты понимаешь о чем я говорю Ну да Конечно Определенная часть тела Да Слово есть А вот этой части тела нет Как в детской песне пелось Да Александр Валентинович Приветствуем ваше назначение Человеку с такой фамилией Мне тоже кажется Что у Врио Показательная фамилия Соколов Помнишь фраза Из По-моему Извини Это была комедия 90 Да-да-да-да И она Гайдая комедия Между прочим Последняя Или одна из последних На Дерибасовской Хорошей погоде Совершенно верно Сокол Орлов Или Орлов Орел Соколов Человеку с такой фамилией Хочется пожелать Никогда не упускать Не опускать крылья На этом руководящем Ответственном поприще Ждем его в гости Котельнич В Котельнич Ну вот буквально Со всего региона Да Сыплются Эти сообщения Люди пишут Пишут откровенно Есть несколько комментариев Где люди высказывают Пожелание Чтобы оставалась Эта возможность Комментировать посты Да Люди пишут о том Что уже есть Есть примеры Да Что после Нескольких дней Комментирования Эта возможность Прекращалась Да И закрывалась Ну видимо ссылаются На представителей Каких-то Других Руководящих Структур Стенина Деревня Голодница Очень ждем Газ Город Слободской Свалка Мусоросортировочный завод Ой слушай А вот если сейчас подумать Предыдущим губернаторам Столько много планов Было озвучено Да Вот в том числе И по части мусора Мусоросортировочные предприятия Да Ну просто сейчас Но эта история Но эта история Мне кажется Не свернется Если Там же федеральное финансирование Да Федеральное финансирование Это просто такое Ну как бы Федеральное направление Достаточно серьезное Это не местные Хотелки Что называется Александр Валентинович Какой у вас четкий план Развития области Пожалуйста По пунктикам И без фраз Типа Сделаю максимально Возможное Мне кажется Прежневременный запрос Подождите Дайте человеку Хоть Люди ждут Конкретики В документы В документы Какие-то Заглянуть Ой Слушай В комментариях Вопрос Перевода Стрелок Часов Уже Поднимаю Боже Нет Летом Летом Темно В 10 А светло Уже В 3 Часа Утро А Ничего Переводить Не нужно Слава Богу Я уж думал К этому Опять Все идет Про Киров И вятку То не пишет Еще Ничего Нет Про Имеешь ввиду Название Название Ну пока еще Не видел Хорошо Пока не видел Вопросы Две вечные темы Вопросы пенсионеров Ой Очень много Сообщений Типа Поднимите Срочно Зарплату В Кировской области Как он может Это сделать Я не знаю Как глава региона Может срочно Поднять зарплату Это Серьезная Система Но это Та работа Которой говорил Андрей Усенко Да Это выстраивание Отношений С бизнесом Максимальный режим Максимального Благоприятствования Для бизнеса И возможно Тогда зарплаты Вырастут Кто-то из Комментирующих Называет Ситуацию в регионе Нищетой И упадком Ну эти слова Часто встречаются Печально Печально Да Когда пишутся Какие-то статьи Комментарии Под этими статьями В социальных сетях Уржумский район Тоже с его Проблемами Упоминается Дорога Дорога Нужно асфальтировать Дорогу Так Слушай, муниципальные дороги Мне кажется Это прям вот такая боль Боль, наверное Да Потому что Это те Ну те небольшие Да, те не главные дороги Которые соединяют Населенные пункты В районах области Курируют Ну ты знаешь Ну ты знаешь Я в предыдущие выходные С семьей Мы ездили Проезжали Вернее Мурашинские Апаринские районы И заявленное Строительство Дороги От Мурашей До Апарина В асфальтовом Исполнении Она уже начинается Слушай, ну это Мне кажется Я порадовался Это история областная Я так говорю Про дороги Которые соединяют Муниципалитеты Это муниципальная дорога Это муниципальная дорога Да Она соединяет Мурашинский район Апаринский район И дальше вот выход Тот, который нам Анонсировали В последние годы Апарина Альм Александр Валентинович Желаем вам успехов В решении